Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 декабря, Православная Церковь совершает память святителя Прокла, архиепископа Константина Польского. Святитель Прокл с юных лет все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Господь удостоил его великого счастья – быть учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала в Сан Диакона, а затем в Сан Пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания, научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сесинием в Сан Епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков Нестариан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святителя патриарха Сесиния святитель Прокл был возведен во архиепископа, став патриархом Константинопольским, управлял церковью в течение 12 лет. Стараниями святителя Прокла при святом царе Феодосии II из Каман в Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста. Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. В Вифинии, Гелеспонте, Фригии рушились города, исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали губительные наводнения. Константинопольцы во главе с патриархом и императором выходили из города и совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия. Во время одного молебна из толпы был невидимой силой, поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем целым и невредимым отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы, славя Бога, поют «Святый Божие, святый крепкий, святый бессмертный». Весь народ запел тресвятую молитву, присоединив к ней «Помилуй нас», и землетрясение прекратилось. Эту молитву православная церковь поет за богослужением и до сего дня. Константинопольская паства любила своего патриарха за его подвижническую жизнь, за его заботу об обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против нестариан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Всеобщее уважение снискало деятельность святого патриарха по устройству благочиния во всех церковных делах. Окруженный любовью и почетом, Прокол отошел ко Господу в преклонном возрасте в 446-447 годах. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается предпразднство введения во храм Пресвятой Богородицы и память святых преподобного Григория де Капулита, преподобного Деодора Юрьегорского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесии и Анатолия, священномучеников Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исаакия и Ипатия, епископов персидских, мучеников Азата, Скопца, Сосония, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен в Персиде пострадавших, а также новомучеников и исповедников российских, священномучеников Алексия Аманова, Александра Сахарова, Владимира Медведюка, Иоанна Заболотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, Николая Зеленова, Иоанна Сарва, Емельяна Панасевича, Николая Покровского-Пресвитеров, преподобномучеников Арсения Дмитриева, Евтихия Кочура и Илариона Писарца, преподобномученицы Иоанники Кожевниковой-Игумени, преподобномученицы Татьяны Фомичевой, всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскодевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин